Там просто однотонный был, а потом, когда я посмотрела в 3D, он оказывается металл. Всем привет, мы только что пришли из магазина, Алика тут делает ландшафт. Посмотрите, какой красивый куст, пихта бальзамическая. А еще есть вот такой вариант, пихта бальзамическая, но смотри, без шишек, видишь, просто. Нет, а мне так нравится, с шишечками, посмотри. А наша сетра вырастает в 8. Ой, нет, ты же говоришь, куст. Куст, он, видишь, показывает. Шестиметровый куст. Шестиметровый куст. Нет. Ширину 1 метр, а высоту 6. Нет, я смотрю хвойные какие-то вот кусты. А может быть, это 0.6. А, это, наверное, 0.6. Скорее всего, да. Да, скорее всего, это 0.6. Как может быть, куст 6 метров. Нет, шестерка написана, а с ней шточка. Вот, я смотрю, что-то, знаете, вот все растения, ну, максимум до 2 метров. А еще белая. А еще белая, а еще белая. А еще белая. В общем, Лика тут делает ландшафт. А мы сейчас пришли из магазина. Нет, ты запомни. Я сейчас покажу, что мы купили. Так, я потихоньку буду разбирать продукты. Покажу, что мы взяли. Кстати, людей достаточно много в магазине. И очень многие скупаются. Так, взяли ромовую бабу. Две упаковочки. Сосиски молочные взяли. Тоже две упаковки. А-а-а! Не падай. Сыр. Сыр. Короче, мы набрали. Мы так подумали, что неделю мы точно не будем тариться, наверное, в магазине. Ну, так, знаете, допустим, может быть, там, за молоком, за хлебом. Ну, вот так вот прям продукты основательно мы, конечно, не будем тариться, потому что набрали много всего. Крупы, с учетом того, что, да, крупы у нас есть. Есть и рис, и гречка, и макароны. Кстати, развлекательные центры, Лика, все закрыты. Джамбо, вот эти все, все позакрыто. Ничего не работает? Нет, страшно. Реально страшно, все закрыто. Но не паникуем, не паникуем. Не паникуем. Так, в общем, детский биолак, ягодный, она его обожает, именно ягодный. У нас еще в холодильнике есть, но еще взяла, пусть будет. Потом взяли перчик болгарский. Ой. Что мы еще взяли? У нас макароны, конечно, есть, но папа сказал, надо еще вот такие. А, вот такие вот, лагман, лапша. Такие еще взяли. Творог зерненый со сливками, то я его обожаю. Вообще, пишите, как вы закупаетесь. Я знаю, вообще, многие просто сразу вот закупаются, допустим, на неделю. И вообще, в принципе, это вот в порядке так. Вещей вот закупиться на недельку и раз в неделю приходить в магазин. У нас нет. Нет, мы вот как-то любим, мы вот как-то любим ходить, знаете, там, ну, через день, я имею ввиду, за продуктами. Ну, не знаю, у нас как бы и магазины рядышком. Вот закончилось там молоко, сметана или что-то, или что-то захотелось вкусненькое. То, ну, раз вышли и пошли в магазин. Сейчас такая вот такая ситуация, что стараться нужно реже. Не то, что там у нас закрыт или какой-то дефицит в продуктах. Нет. Просто для себя стараться реже выходить в магазин и больше быть на воздухе. Ну, допустим, я имею в виду, в более-таки безлюдных местах. Поэтому мы вот как-то сейчас вот закупаемся в основном продуктами, ну, раз где-то в 5 дней. Вот так. Но сейчас мы закупились, мне кажется, на неделю точно. Ну, я говорю, еще, может быть, только если вот выйти в магазин, там, за молоком. Хотя молока мы тоже взяли, думаю, дня, ну, не знаю, на сколько, ну, хватит. В принципе, даже если что, вот пятерочки, магниты, они, мне кажется, в них меньше людей как-то. Больше люди посещают такие магазины, ну, как типа Лента, Оке, они большие, там можно сразу все купить. У нас здесь рядышком есть ларек. И можно даже в магазин, в принципе, за хлебом не ходить. Можно к ларьку выйти и взять хлеба, то есть не заходя в магазин, на улице прям взять хлебушка и все. Ладно, дальше я разбираю. В общем, на неделю точно мы затарились. Ну, такое вот печенье, мед и фундук. А хлеб кукурузный. Девчонкам взяла Баунти или Кодерс Баунти. Баунти, ликви Милань. Милаш, иди возьми, Миланка хотела тик-так или тик-как, что-то я его не нашла. Возле кассы. Милан, я Баунти взяла. Возле кассы не было. Баунти, будешь Баунти? Ну, а почему? А возле кассы не было. Я уже стояли возле кассы, я не стала бегать искать. Ну, Баунти, что же вкусненько, да? Да, очень. Ну, все. Спасибо. Пожалуйста, солнышко. Так, ряженку. Тоже обожаю ряженку. Девчонки не любят. У нас никто не любит ряженку, я люблю. Колбаску взяли. Макс. Макс, ты что делаешь? Это что было? Это что было вообще, Макс? Это колбаса не тебе. Что ты нюхаешь? Вкусно пахнет? Дымов, зернистая, полусухая. Милана обожает. Она, кстати, по акции. Смотрите, здесь цена сейчас 1000 рублей, да? За килограмм. А сейчас акция 600 рублей за килограмм. Собрала палку, попросила, чтобы нам нарезали. И нам вот нарезочки сделали прям при нас. Мы не берем нас, как там в комментариях писали, зачем вы берете все в нарезках, оно там не свежее. Нет, мы никогда не берем то, что уже вот нарезано. Мы берем целое, допустим, можем взять сыр, ну вот грубо говоря, да? И подойдем и скажем, порежьте нам, пожалуйста, его нам порежут. Но в этот раз не стали резать. А так в основном, вот как колбаску нарезаем. Так, я не буду доставать. Это у меня дренаж. Это сейчас я буду заниматься цветами. Я не буду доставать. Это Лика нас любит. Муравейнички. Любишь? Лика говорила. Я когда вышла в магазин, говорю, что тебе вкусненькое взять. Милана сразу попросила шоколадки. Лика говорит, что-нибудь вкусненькое, какие-то пироженки. Вообще, я знаю, муравейник. Сейчас будем пить чай. Папа набрал. Любит вот эти всякие специи. Чебрец. Смесь перцев. Это мы выкладываем в мельницу. Это разноцветный перец. Я взяла кунжут. Обожаю выпечку. Когда что-то выпекаю. Они типа, знаете, слойки какие-то. Добавляю кунжут. Ну, посыпаю сверху кунжутом. Куркума молотая. Салфетки взяла. Одни кинула в машину, в бардачок. Одни Лики сейчас в сумку кину. Влажные, антибактериальные. У меня есть еще покурка. Ну, вот эти возьми. А то, как куда-нибудь не пойдем, Лики салфетки нет. И у меня нет. Они у меня лежат в летней сумке. Очень круто. Так, потом я взяла вот такой вот сыр творожный, сливочный. Это я взяла уже для торта на день рождения. Заранее. У них там срок годности, смотрите, до июля месяца. Так что нормально. Взяла три упаковки. Мне для торта, для крема, имею в виду, нужно три упаковочки. Вот такое средство взяла. Бальзам. И я поняла, что вот таким намного удобнее. Я имею в виду объем. Тут, по-моему, 450, если я не ошибаюсь. Да, 450 миллилитров. Сейчас сразу вберу в шкаф. А вот такие вот большие бутылочки. Здесь 900 миллилитров. Если честно, они неудобные. Я это поняла. Я первый раз взяла такую большую упаковку. И неудобно мне не нравится. Неудобно держать в руке, когда наливаешь на губку. Она слишком очень большая. Эта бутылка, поэтому удобнее. Маленький. Вот 450. Кстати, на них, на эти средства скидка была. И я поэтому взяла. Хотя только недавно купили. Пусть будет. Так, что еще взяла? Морковочку корейскую. И взяли вот такую вот соль. Юдированную всегда ее беру. Так, в океи тоже стали выдавать журнальчики. О, повторяют за лентой. Да. Вот такой вот журнальчик нам выдали. Здесь тоже всякие блюда. Конечно же, рекламка. В общем, посмотрим вот такой вот журнальчик. Вот. Лук. Лука набрали. У нас уже закончился. Лучок. Филе куриное. Я не знаю, я люблю петель. Он часто беру. Филе куриное. Ну, хотя не принципиально на самом деле. Просто была акция. Я решила взять по акции. Для борща в основном всегда беру фасоль. Любимую борщ с фасолью. И я стараюсь брать в томатном соусе. В принципе, вот то, что надо, неплохое. Неплохая фасоль. Я взяла две баночки. Буду завтра, может, сегодня. Нет, сегодня не буду. Буду завтра делать борщ красный. Взяла уже тоже Лики сразу на день рождения. Лика заказала салат с кукурузкой. С куриной грудкой, да? И лапша яичная. Ужи. Именно так. Да. Две баночки взяла. Думаю, достаточно будет для салатика. Сахара взяли. Сахара взяли. Две упаковки сразу. Так, ну и уже не буду сейчас доставать. Уже там не помещается. Взяли карбонат. Карбоната взяли много. Здесь килограмма, наверное, 4. В общем, это я взяла на день рождения тоже Лики. Я не знаю, что получится. У нас то ли шашлык на улице, то ли дома. Ну, в общем, карбонат неплохой взяли. Вот почти что 4 килограмма. Мы его сейчас разделаем. И я уберу в морозилку. То есть, делаем такие стейки. И уберем сразу в морозилку. Так что взяли уже сразу на день рождения. И молоко взяли. Молоко вот это, кстати, тоже неплохое. Очень хорошо оно пенится, когда делаешь кофе. 3-2% жирности. И всегда смотрим состав. Я уже говорила, состав здесь хороший. Молоко цельное и молоко обезжиренное. 4 литра взяли. И еще у нас в морозилке, в холодильнике тоже есть. И муку. Муку выше сорт. 2 килограмма взяли. Потому что мука у нас заканчивается. А еще нам, кстати, дали. Сейчас я покажу. Еще я взяла краску себе для волос. Подарок даже? Да. Причем на кассе спрашивают. Вы за подарком на кассу пойдем? Мы такие, да. Ну и у нас по чеку получилось. Там, скорее всего, с 1000 рублей выдают подарок. И у нас получилось вот таких вот 3 подарка. Смотрите. В общем, сеем добро. Здесь это Миланке будет очень интересно. Миланка, иди посмотри. Ничего себе. Миланка любит, кстати. В общем, тут нужно поливать и выращивать. И что-то выращивать. Миланка, смотри. Ты хотела цветочки выращивать? Вот здесь, смотри. Сеем добро. Рукола. Рукола? Вот здесь, да. Вау. Милан, это нужно поливать. На солнышко уберем. И вырастет у тебя какие-то растения. Вот здесь. Смотри, 3 наборчика нам дали. Вообще. А здесь. А это вам подарок? Да, это подарок нам дали на кассе. И помея. Что это такое, я не знаю. Цветочек. Розовенький. Вот такой вот. Розово-фиолетово. Ух ты. А тут будет еда? А тут дорого. А это рукола, Милан. Еда. Да, ее кушают. Представляешь, в салат добавляют. А цветочки прикольные. Мне нравится больше. О, помидор. Чего себе. Мам, я тебе сделаю помидор. Касса, Мелиси. Так. Ну, вот так, да. Макс, скорее всего, в туалет. Милан, открой Макс в туалет. Там, наверное, закрыли туалет. Ему не надо ничего. Ему нужен туалет. Ладно, все. Буду все разбирать я по местам. Ой, Милан, аккуратно. В пульту не стучи. Буду все разбирать по местам. В холодильник. Мясо пока в морозилку не буду убирать. Папа наш поехал к дедушке. Будут ремонтировать печку литуварочную. Думали, вначале, что дедушка к нам придет. Хотели его зазвать к себе. Как раз на кофе. Нет, дедушка сказал, что там нужны какие-то приборы. Что там что-то нужно. Говорят, это неудобно везти. Говорят, вези лучше печку ко мне. Будем здесь делать. То есть у дедушки дома. И поэтому папа снял плиту. И вот они сейчас будут ремонтировать. Я надеюсь, что у них получится сделать вентилятор. Там не то, что печка поломалась. Там поломался вентилятор. Он периодически то крутит, то не крутит. И, соответственно, не охлаждает. И печка из-за этого нагревается, вырубается. И вот такая вот проблемка. Поэтому я надеюсь, что у них получится все сделать. Слушай, нужно в блинте купить на какую-то сумму, чтобы нам журнал дали. Там сейчас паска как раз. А, да. Не, ну мы, слушай, уже это на следующей неделе. Сейчас все набрали. Уже только дни через 5-6 пойдем. Не раньше. Ну ладно. У нас все есть. У меня еще в морозилке, кстати, курица есть. Ладно, все буду разбирать в холодильник. Всем пока.